Сначала скажем мяч и булавы. Мы покажем выступление лучших гимнасток. Открывает соревнование Ольга Белова. Ольга Белова Самый сложный элемент в исполнении Ольги. К сожалению, с ошибкой. Вот это еле заметное движение голеностопа всякий раз стоит Ольге балл. И еще одна ошибка, уже более серьезная, которая будет стоить даже больше бала. Выход за площадку еще минус одна десятая. Всего лишь 24 450. Конечно, это не та оценка, которую должна зарабатывать двукратная чемпионка мира, пусть и в команде. Так получилось, что вы видите лучших гимнасток, но, может быть, не самые лучшие выступления. А это Вера Сейсина. Выходит на ковер, чтобы выполнить упражнение со скакалкой. Все тренеры в один голос заявляют, какая же трудолюбивая Вера. И, в общем-то, это и объясняет ее успех на Кубке России. Очень чисто выполняет повороты. КОНЕЦ 27 450. Если бы можно было разделять оценки за технику на работу тела и предмета, то за работу тела она, безусловно, получила бы очень высокий балл. А в работе скакалки судьи, безусловно, нашли бы множество ошибок. Олеся Мануйлова. Победительница клубного чемпионата мира. КОНЕЦ 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 А это Зарина Гизикова, победительница Кубка России этого года, а также чемпионка всемирных юношеских игр для девушек. КОНЕЦ 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 Она вставляет ее в позиции многих своих воспитанниц. Что касается равновесий Зарина Гизиковой, то она их выполняет почему-то с ошибкой. Зарина Гизикова И это обруч и булавы. Так что в скакалке и мяче у всех гимнасток очень хорошие шансы. Если не выиграть, то попасть в призеры. В том числе и у Динары Гематовой. Очень талантливой гимнастки, которая промучилась с перломом бедра очень долго. Сейчас полностью восстановилась. Выступала летом на московском этапе Гран-при. И вот сейчас второй раз на московском стадионе. Выступает после травмы. Смотрите, какая амплитуда поворотов. Амплитуда поворотов не будет. Не будет. Амплитуда поворотов... Комбинация из трех равновесий. Вот первое выступление с обращем без потери, но только 25-400, даже ниже, чем у Олеси Маныловой. Видно, суди недосчитали сложности. И снова Ольга Белова выходит на площадку со скакалкой. Ольга приехала в Москву из Волгограда, но так давно уже тренируется в столице, что получила статус москвички. Потрясающий турлян на колене. В принципе, его исполняют многие гимнастки, но вот с такой амплитудой, пожалуй, только Ольга Белова. Ольга Белова И снова турлян с ошибкой. Естественно, в каждом упражнении Ольга пытается его исполнить, чтобы получить колоссальную надбавку. Ни одна гимнастка, даже Алина Кабаева, не получает за оригинальность, за один элемент надбавку в балл. Двадцать шесть ровно. По сравнению с обручем оценка хорошая, но представьте, что было бы, если бы получила Ольга надбавку в балл. Она бы получила как минимум двадцать семь. И снова Вера Сейсина. Она выходит на площадку с обручем. В скакалке она пока лидирует. Сейсина. 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 Верния. Сейсина. Верния. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!